Ребята, всем привет! С вами Николай Сверидов. Это значит, что вы находитесь на моем канале, где мы рассказываем и разговариваем друг с другом про всякие питонячие штуки. И сегодняшний ролик, а точнее два ролика, я думаю, что будет записано, будет посвящено такой гибридной вещи. Во-первых, мы поговорим про то, как вообще, что такое написание клиентов для веб-сервисов, как они выглядят в самом таком криповом варианте, в самом простом. Второй момент. Мы поговорим про то, как у нас тестировать такие клиенты, которые ходят на внешние веб-сервисы, поговорим про то, что такое monkey patch, а также затронем такие моменты, как использование non-local переменных, а также args и quarks, когда у нас функция принимает неизвестное заранее количество аргументов. Я сначала хотел запилить это все в один ролик, потом понял, что я думаю, что информации будет достаточно много и не хочется делать там ролик на 40 минут, лучше сделать два покороче. Итак, сегодня в первом ролике мы с вами напишем два простых клиента, которые будут ходить в какие-то веб-сервисы. Задача стоит такова, что задача такая, что у нас есть какие-то веб-ресурсы, и мы хотим оттуда получать какие-то данные в виде джейсонок. Соответственно, как правило, те ресурсы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, они требуют каких-то логинов, паролей, каких-то кук авторизационных и так далее. Я решил найти что-то такое, что отдает мне сразу джейсонку без всяких там куков, без всяких авторизационных и запароленных моментов. Первое это такой пример страницы из Википедии. Нашел я просто через запрос в гугле викиапи джейсон реквест, и у меня вот здесь вот на первой странице уже вылезло вот что-то подобное, то есть там был пример, я его вбил и получил такой ответ. То есть меня здесь интересует джейсонка, да, вот такая вот, с которой мне можно будет потом каким-то образом работать. И второе это сайт такой плосапи, на котором я нашел вот такой вот пример тоже запроса без каких-либо токенов. Вы можете просто сходить по URL и получить тоже джейсонку. Почему я не хочу брать HTML-страницу? Ну, потому что все-таки взрослые ребята пользуются API-хами, если они есть и не пользуются парсингом веб-страниц. Вот. То есть смотрите, у нас постановка задачи такая. У нас будет какой-то воркер на нашей стране, который будет использовать два клиента. То есть наша программа должна в процессе своей работы получать данные из наших ресурсов. В данном случае она должна делать два реквеста. Первый на сайт Википедии, второй на сайт вот этого плоса получать эти джейсонки. Можно, конечно, давайте сразу объявим main файл какой-то. И скажем, что ну можно писать реквест, там, get и делать все вполне линейную структуру программы, но это будет такое не очень хорошее юзабилити. Давайте продумаем с вами архитектуру. Вот у нас есть воркер, самый главный, который у нас использует внутри себя вот эти вот реквесты. То есть первое, что мы сделаем, давайте сделаем import requests и напишем просто функции, которые у нас отвечают за запрос. То есть у нас res wiki равно requests get. И здесь будет url. Мы из Википедии тянем. Вот я прям беру и копирую этот url без зазрения совести. Перенесу его на следующую строчку. И у меня будет res plus, так называемый, да? Ну, все то же самое. Requests, get. И я просто копирую ссылку у вот этого plus. Ой, точнее не вот эту, а вот такую. Я ее скопировал, я ее вставил. Соответственно, если я сейчас запущусь в дебагере, мы с вами можем посмотреть, что у нас приходит в ответах. То есть у меня два запроса случилось. Респонс 200, то есть 200 это все хорошо, все нормально. И здесь у нас много данных всяких. То есть requests, там запросы. Вот нам текст ответа пришел. При этом, смотрите, от Википедии и от plus у них свои правила ответа. То есть у Википедии свой текст, у plus свой текст. Это определяется хозяевами того веб-сервиса, на который вы ходите. Как правило, в документации копии того сервиса, куда вы ходите, описаны контракты, на которые вы подписываетесь. Благодаря этому вы можете парсить каким-то образом эту JSON-ку. То есть доставать то, что вам реально нужно для того, чтобы ваша программа работала корректно. То есть какие-то данные. Но речь сейчас не об этом. То есть мы хотим сейчас сделать какой-то worker, который бы ходил и сюда, и сюда. При этом, смотрите, в чем суть. У нас функционал взаимодействия с нашим внешним сервисом, то есть, например, с Википедией, он может каким-то образом расширяться. То есть вы не только на этот URL будете ходить, вы будете ходить на какие-то другие URL-ы, либо прокидывать какие-то get-запросы, post-запросы, delete, update и так далее. Если мы будем пользоваться только вот такими вот штуками, то есть через requests, и никуда их не инкомсулировать, не упаковывать. Ну, очень такая странная программа, неподдерживаемая получится. Поэтому люди сказали, давайте под каждый веб-сервис напишем свой собственный клиент. Да? То есть для Википедии у нас будет свой клиент, для Ploss будет свой клиент. И, ну, давайте сначала я напишу какой-то класс Worker. Класс Worker. Это основной класс моей программы. Основной, ну, точнее, основной класс, который будет ходить за данными в Ploss и в Википедию. И объявлю у него метод call. И внутри метода call он будет получать данные из Википедии и данные из Ploss. Вот таким вот образом. После того, как он их получит, он сделает return. И я верну вот такой словарь. Вики Data. И затолкаю сюда ResWiki. И Ploss Data, чтобы мы могли определить, что откуда пришло. Res Ploss. А дальше я внутри основного кода программы создам Worker равно Worker, как, ну, то есть, экземпляр моего Worker. А дальше все, что мне нужно будет сделать, Res равно Worker. Вот. Теперь у меня будет отрабатывать мой метод call. Всегда. То есть он будет делать два запроса и получать ответы. При этом, смотрите, что мне не нравится. Мне не нравится, что я получаю здесь текст. С текстом мне будет неудобно работать. Если, смотрите, какая фишка есть. Мы можем взять наш ResPloss, вызвать у него метод JSON, встроенный. И получить очень удобную структуру в виде словаря, который будет хранить данные ответа той ручки, в которую мы сходили. Да, вот этого ResPloss. В виде хорошо нам знакомой структуры Dict. То есть вот тут вот есть какие-то данные по ID-шникам. И к этому уже можно обращаться прям по ключам. Это обалденно. Обалденно. Соответственно, давайте будем возвращать здесь не просто результаты, вот в таком виде. А будем дописывать JSON. Чтобы у нас вернулись данные в виде удобного такого словарика. И запустимся еще раз. Посмотрим, что теперь у нас лежит в резе. Смотрим. У нас есть wiki data и ploss data. То есть мы получили данные из Википедии и данные из ploss. Мы сейчас не вдаемся в подробности, как нам лучше тут их структурировать. Самое главное, у нас две JSON. Все хорошо. Мы никаких пока ошибок не обрабатываем. У нас самые такие криповые воркеры и клиенты сейчас будут. Теперь я хочу взять и вынести логику работы с этим резвики куда-то в отдельный клиент. Опять же, почему? Потому что у моего воркера может поменяться логика. И мы скажем, что мы данные хотим получать не вот таким способом, а докрутить еще какой-то функционал у своих клиентов. Точнее, чтобы мы ходили не вот по такому запросу, а чтобы, ну, допустим, мы там что-то заапдейтить, заделетить хотим, еще что-то. Вот. Соответственно, мы можем взять и сказать, что давайте напишем полноценные клиенты для общения с Википедией и с ploss, в которых объявим соответствующие методы на апдейт, на пост, на делит и на все остальное. Мы все методы не будем описывать, мы опишем только вот методы get, которые будут ходить по вот этим вот ссылкам. При этом, смотрите, у нас, ну вот если я сейчас напишу класс wiki-клиент, я тоже у него захочу объявить метод call. Ну, просто потому что я так решил, я скажу, что вот будет метод call, который будет запускать запрос get, да, внутри себя. И я могу вот эту вот логику вынести вот в этот метод call, да. При этом я могу, я говорю, что, ну, в целом-то, и вот так вот еще, return, при этом, я что здесь говорю? То, что, ну, у меня же метод call, он может быть, ну, мы потом его параметризуем и какой-нибудь, допустим, action здесь добавим, что это, там, какой из методов, то есть это get, post и так далее. То есть давайте мы вынесем логику реквеста в какой-то метод def make, там, get request, да, что-то такое. И уже внутри него будем делать вот эту операцию. И при этом давайте сделаем res, а возвращать будем return res.json. Вот таким вот образом. А внутри метода call мы сделаем еще вот такую вот вещь. Self make request return и вызов. То есть что у нас будет происходить? У нас теперь wiki-клиент, это callable-объект. Мы можем просто создать его экземпляр, точно так же, как воркером мы тут пользовались, через две скобочки, вызвать его с какими-то параметрами. Но опять же говорю, что мы здесь очень сильно упрощаем, у нас никаких параметров не будет. Запроса. Соответственно, давайте напишем plus клиент. Plus клиент. И будет все то же самое. Def make get request. Вот таким вот образом. Только теперь у нас будет здесь запрос вот таким вот образом. Вот здесь мы его переносим. Делаем res равно. Ну, то есть все то же самое. И дальше return res.json. Абсолютно то же самое. И при этом метод call мы берем, просто копируем. Я думаю, что многие уже догадались, что... Ну, смотрите, у нас отличаются наши клиенты только посредством вот этих вот урлов, на которые мы ходим. Давайте мы тогда возьмем и вынесем в абстрактный класс логику нашей работы. Мы объявим класс base client. У него объявим... Ну, во-первых, мы его сделаем abstract base class abc. То есть я хочу сейчас написать абстрактный класс, который бы отписывал вот эти вот контракты. Met get request и call. Что у нас действительно все это есть. Что мы обязаны реализовать этот метод. При этом метод call можно даже в абстрактный класс, ну, в данном случае взять и вынести, да, каким-то образом. Base client абстрактный. Ну, здесь я опишу просто контракты. Я напишу def make get request. Просто на уровне контрактов. И... Abstract method напишу здесь. И поставлю просто заглушку, пометив декоратором abstract method. То есть этот метод у меня абстрактный, я буду обязан реализовать его где-то в наследниках. А также таким же декоратором я помечу метод call. Ну, и тоже поставлю заглушку, чтобы он не мозолил нам глаза. Ну, то есть тут конкретной реализации нет. И я сделаю какой-то класс, класс concrete, concrete base client. То есть не абстрактный, а уже с какой-то реализацией клиент. Базовый. И здесь я возьму и... Во-первых, метод call у меня ни у первого, ни у второго клиента не отличается. Я просто беру и в наглую его сюда подставляю. Метод make request у меня не реализован в моем concrete base клиент. Можно что сказать? Можно сказать, что отдавайте у нас будет какой-то base URL, который мы будем отдавать в init. def init и скажу, что у меня будет тут base URL. Здесь сделаю self base URL равно base URL, который мы прокидываем. А make request внутри себя будет этот base URL использовать. Я что сделаю? Я возьму, перенесу логику работы make request в concrete base клиент. А здесь вместо url я напишу self base URL. И все. И у нас получился конкретный base клиент класс. При этом мы можем его расширять внутри своих классов наследников. На самом деле у нас так получилось, что теперь у нас наш вики клиент и наш PLOS клиент, но они ничем не отличаются по-хорошему от concrete base клиента. То есть, если мы сейчас возьмем, ну вот у нас наши клиенты будут выглядеть вот таким вот образом, за единственным исключением, что у нас base URL для вики клиента будет вот таким вот, а для PLOS вот таким вот. Ну, ладно, ничего страшного. Мы пишем криповые клиенты. Так, вики URL равно и PLOS URL я напишу. PLOS URL. И PLOS URL внесу сюда вот этот вот URL. Теперь я могу здесь взять и все каким-то образом просто-напросто потереть. PLOS клиент, у нас worker, ну точнее не здесь, а вот в этих местах. То есть, pass напишу здесь и вот здесь вот тоже напишу pass. У нас такие очень, ну у нас не отличающиеся ничем друг от друга вот эти классы получились. То есть, можно, если хотите, можете поиграться, расширить их функциональность, то есть, добавлять каких-то методов, которые характерны только для этих классов. Вот, сейчас я просто хочу показать, каким образом можно написать эти клиенты. И потом в следующем, я думаю, ролике мы их уже тестанем. Так, сейчас сделаю перенос на новую строчку. Хорошо. То есть, что у нас получилось? Мы теперь можем взять и создать два клиента. При этом, я скажу так, что у меня класс worker будет принимать в себя два клиента, которые внутри себя он будет дергать. Я напишу dev init и скажу, что для того, чтобы worker сконструировать, мне нужен будет wiki-клиент, который я даже зааннотирую и скажу, что это будет wiki-клиент. И plus-клиент, который будет иметь тип plus-клиента. Анотации, напоминаю, носят строго рекомендательный характер в питоне, потому что язык у нас с динамической типизацией, и что бы вы ему ни отдали, он будет все кушать. А здесь мы просто self-wiki-клиент равно wiki-клиент. И self-ploss-клиент равно plus-клиент. Plus-клиент. Вот таким вот образом. Соответственно, что получается? Чтобы собрать worker, теперь нам нужно иметь два конкретных клиента, реализованных wiki и plus. Вот эта логика у нас в методе call меняется. Теперь у нас идет обращение к нашим клиентам. И более того, вот эта вот точка JSON я предлагаю вынести в... А, ну уже вынесено. То есть, my get request. То есть, тут у нас JSON. То есть, здесь у нас логика меняется. И теперь мы обращаемся к self-wiki-клиент. И делаем запрос. А здесь self-ploss-клиент. self-ploss-клиент. И тоже делаем запрос. Он нам подсвечивает, что он говорит. Он нам говорит... Так, пока он что-то ничего нам по HR не говорит. Ну ладно, если тут какая-то ошибка, мы обязательно это увидим в работе. Итак. А, да, он нам говорит, что пока у нас клиенты мы не объявили. Не прокинули. Теперь нам нужно создать наших клиентов. Давайте создадим wiki-клиент. Равно wiki-клиент. И мы отдаем base.url сюда. Потому что... А, да. Самое главное. Я не отнаследовал от concrete-base-клиента. Поэтому он и подсвечивает. Я отнаследовался. И здесь тоже отнаследовался от concrete-base-клиента. Да, все. Теперь он нам ничего не подсвечивает. И теперь я должен отдать здесь base.url. Для wiki-клиента. Давайте мы возьмем и отдадим wiki-url. wiki-url. И для plos-клиента. plos-клиент равно plos-клиент plus url. Да. И у нас что здесь... Что у нас здесь получается? Worker. Worker. Wiki-клиент. Теперь ему нужно отдать эти клиенты. То есть мы пишем wiki-клиент равно wiki-клиент. Клиент. Клиент и plos-клиент равно plos-клиент. То есть мы собрали worker и передали ему в init два клиента, которые запишутся в поля. И теперь, смотрите, у нас теперь worker вызывается... Он уже использует тех клиентов, которые записаны ему... Записаны ему в качестве полей экземпляра. В чем удобство? Предположим, вы добавите сюда какой-то новый клиент, допустим, в контакте. ВК какой-то клиент. Вам не нужно будет менять логику работы, перелопачивать вашу какую-то программу, где вы там с какими-нибудь иифами, с реквестами что-то игрались. Вам нужно будет просто описать логику работы нового клиента. Он не обязательно может быть наследником concrete-base клиента. Вдруг у вас там клиенты еще и по типу будут отличаться. Ну, прям сильно. Вот. В каком-то уровне абстракции. И вам нужно будет всего лишь добавить здесь еще одно поле. Допустим, вк-клиент. Добавить его сюда и расширить логику работы вашего метода call. Это очень удобно. То есть вам нужно делать минимум правок. При этом вы получите максимум эффекта. Соответственно, давайте с вами проверим, что действительно у нас все будет работать. Если мы сейчас возьмем, дернем наши ручки. Вот у нас врез. У нас ничего не поменялось. У нас все равно пришел ответ. Вот у нас wiki data и plos data. Соответственно, таким вот образом можно записывать, писать своих клиентов. Еще раз говорю, это самая такая простая, криповая реализация. Скорее всего, когда вы будете реализовать свои клиенты сложные, вы сначала распишите их логику целиком и полностью. То есть, что у вас тут для wiki клиента. У вас могут быть какие-то поля с токенами, с проверками паролей. Хедеры какие-то. Каким-то образом, может быть, эти клиенты будут работать с базой данных. Точнее, нет, с базой данных вряд ли, потому что это все-таки клиент. Он должен работать с сервисом. Но какие-то особенности работы именно с этим веб-ресурсом вы будете описывать внутри своего клиента. То есть, это набор методов у вас может отличаться. Там get, post, delete и так далее. И также параметры, которые вы будете прокидывать вместе со своим запросом. Параметры запроса – это вот эти вот набор вот этих всяких там query, list, search и так далее и тому подобное. То есть, это можно прокидывать, во-первых, в виде аргументов, которые вы отдаете в реквесте на более низком уровне. Либо собирать вот такой вот URL, если веб-сервис, с которым вы общаетесь, он такой поддерживает. Но я думаю, что мы еще запишем ролики на эту тему по поводу того, как вообще работают реквесты к сервисам и каким способом можно общаться с веб-ресурсами. А пока что вот мы написали такой простой воркер, который у нас общается с двумя веб-сервисами и реализовали два простых клиента. Вот, в следующем видео я покажу, как вам проводить тестирование вашего воркера таким образом, чтобы не делать прям живые запросы через клиентов на продовые сервисы. Потому что во время тестирования у вас не должно быть никаких запросов на боевые ресурсы. То есть, вы должны полностью инкапсулировать логику ваших тестов внутри вашей локальной тачки, в крайнем случае контейнера. Вот, ну что-то растекся я словом по листу. Итак, друзья, спасибо, что посмотрели. Если у кого-то какие-то вопросы остались, пишите мне. Всегда рад ответить на них. А я сейчас постараюсь записать еще один ролик. И ждите контента на канале. Всем спасибо, что посмотрели.